А если надежную руку вовремя не подать, жди беды. Неравнодушный отец Сергей Клопков давно это понял и предлагает повторить маршрут, который каждый день проходит не только его дочь, сотни других учеников пятой общеобразовательной, что на улице Академика Сахарова. Подходя вот к этому участку дороги, либо здесь, либо вот немножко правее, буквально метров 20, вот теперь смотрим, вот смотрите. О, вот сразу, причем до последнего не видно, сразу вот машина. То есть да, вот ребенок выглядывает, вы выглядываете влево, а справа в это время машина летит. А справа не вижу, а движение двустороннее. Не видишь, не можешь контролировать. Мы не успеваем, в любом случае мы не успеваем. Поэтому здесь, ну я не знаю, очень, очень опасно. В любом случае здесь очень прост пешеходный переход. В справедливости ради есть альтернатива. Вот эта вот маленькая дорожка, но это пока сухо, я могу по ней перемещаться. Сергей уже не помещается, посмотрите, он вообще на тротуаре. Вот движется машина буквально на нас. Ребенок в такой ситуации может запаниковать и, собственно, до беды недалеко. Но даже если мы здесь худо-бедно потихоньку проходим, выходя на этот участок, мы попадаем на дорогу заправочной станции, и опять-таки ребенок попадает на дорогу, на второй участок дороги, дальше переходит, и он в парковочный автомобиль упирается. Получается, снова на проезжую замкнутый круг, разорвать который можно было бы с помощью классических белых полос безопасности. Можно, но не нужно, заверяют ответственные инстанции. Чтобы организовать пешеходный переход, даже если организовать его можно там, там нужно строить тротуар, там есть въезд в гаражи, внутриквартальная дорога идет, плюс троллейбусное кольцо, которое тоже будет ограничивать видимость пешехода. Регулируемый переход в наличии чуть дальше, на пересечении улиц Шоферов и Краснопролетарской. По нормативам, следующий устанавливается на расстоянии не менее 200 метров, а тут интервал не более 60. То бишь по закону не положено, но ведь жизнь, как водится, диктует свое. Тем более осенью дни будут короче, а проблема серьезнее. Ребенок напуган, он не знает, как перейти дорогу, боится. То есть приходится всегда сопровождать ребенка. А я, извините, тоже работаю, тоже не всегда могу сопроводить, что утром, что вечером. Пешеходный тоже переход нужен обязательно, потому что у нас в той части нижней террасы есть студионок «Волга». спортивные клубы. То есть ребенку в любом случае нужно переходить эту дорогу. Татьяна Домоданова, Юрий Давыдов, репортер 73.